Всем привет! С вами Иван и шоу Балабал Подкаст. И сегодня у меня в гостях самый эстонский грузин, наверное, на всей планете, Закария Беглоришвили. Привет всем! Погнали! Слушай, чем ты вообще занимался последние три месяца? Когда этот коронавирус начал, я уехал в Грузию, потому что у меня там была семья, жена, мои дети. Я был три месяца в Грузии. Сначала, как в других странах, там тоже был такой карантин. Все были дома, я тоже не уходил где-то месяц, может быть, больше. Я был семья дома. Как семейный человек, жил так. Ну вообще, а ты тренировался? Как ты занимался? Я тренировался один. Сначала я тренировался дома. Но когда там в Грузии было возможность на улице тоже ходить и бегать, и я взял в Грузии велосипед, там было такое, что там закрыли. Нельзя с машины выходить на улицу, там было где-то неделю, да, так. И все на улице ходили, гуляли, а я взял в этот шипед и вокруг Тбилиси ходил. Но ты в Грузии живешь в Тбилиси, да? Да, да. А Тбилиси такой, он горный же город, насколько я знаю, да? Да. То есть ты в горку там заезжал? Да, да, да. Это как Тур-де-Франсу, наверное, тренировался. Хорошо было. Для ноги, для кардио очень хорошая тренировка у меня была. Получается, 3 месяца был тоже на карантине, как и все футболисты в мире, да? Да. А когда ты вернулся, ты сейчас заявлен за финский клуб таким. Да, да. Я сейчас в Финляндии на КТП, я подписал там в феврале контракт. Когда это начало коронавирус, там тоже сделали паузу. А сейчас мы опять начали сначала в июне тренироваться. Ну, я сам неделю назад с команды начал. До этого я в Грузию. Понятно. То есть ты даже не успел за них сыграть толком. Ну, я тренировался с командой, 4 тренировка, и мы играли в кубок. И Арго, наш тренер, давал чуть-чуть играть тоже на кубок последние 30 минут. Сейчас, я думаю, уже лучше в форме. И надеюсь, что я начну играть как надо. Ну, КТП, напомни нам, в каком это дивизионе в Финляндии? Это первая дивизиона. Самый высший или первый? Нет, это первая. Первая лига, хорошо. И я так понимаю, там еще есть ребята из Эстонии у вас в команде. Кроме тренера. У нас, ну, в феврале у нас еще был второй тренер. Тоже Индрек Зелинский. Хороший тренер тоже. Он очень хороший тренер, да? Да, помощник был Арго. Арго для меня один из лучших тренеров в Эстонии. И в команде есть О'Яма, Индрек. Хороший футболист тоже. И Даниэль Уста. Он тоже молодой, перспективный. У вас там прям какая-то эстонская семья. А вы много общаетесь, да, в свободное время? Да, ну, я больше с Индриком общаюсь, потому что Останин тоже, но он молодой, он еще в школу ходит. Ему нету много особо нервов, школа, тренера, домой. Сейчас вот мы тебя застали для зрителей. Мы говорим, что это... Какое сегодня число вообще? Я забыл. 21. 21 июня сегодня. Мы тебя застали буквально на один день. Почему ты приехал на пару дней в Таллинн? Потому что я чувствую себя дома в Эстонии, в Таллинн. Мой дом. И там в Финляндии у нас такой... Если у нас получается, что есть выходные, сразу между собой поговорим. И когда уезжаем в Эстонию, в Эстонию все хочется. То есть сразу в любое свободное время вы приезжаете в Эстонию? Круто. А ведь на самом деле в Финляндии Эстония не очень отличается друг от друга, даже языки очень похожи. Да, похоже, но я с финскими ребятами общаюсь на английском. Потому что я с эстонцем на эстонском поговорю, а мне надо тоже на английском практику. Поэтому я не постараюсь учить финский язык. Ну я честно скажу, я эстонским владею довольно-таки хорошо. И я, например, финский вообще не понимаю. То есть я примерно понимаю, какие там слова, что они могут значить. Но вот я бы не понял, что там Фин мне скажет, или я бы точно не смог ничего по-фински сказать. Это похожий язык. Когда они говорят на финском, я чуть-чуть понимаю. Но я ответил их на английском. Ну а эстонский тебе вообще тяжело давался, язык, когда ты здесь был? Потому что ты сдал на гражданство. У тебя есть гражданство Эстонии. И ты, в принципе, можешь даже играть за сборной Эстонии. Да, да. Эстонский язык сначала, конечно, очень тяжело было. Когда я первый раз слышал эстонский язык, я думаю, очень сложный язык, даже сложнее, чем грузинский язык. Потом, когда я уже решил, что остаться в Эстонии, это было где-то в 2014 году, я уже хотел, что выучить эстонский язык. И первый, кому я сказал, что поговорить со мной на эстонском, это был Карл Мец у нас во Флориге. Я сказал ему, я хочу учить эстонский язык, и, пожалуйста, ты говоришь со мной на эстонском. Если я не понимаю, тогда я спрашиваю, что это значит. И так и начал. То есть Карл Мец как-то построил фундамент твоего эстонского языка, можно сказать? Может быть, сказать так, да. И за сколько лет ты, получается, его выучил? Ты ходил на какие-то курсы или просто... Я ходил только до экзамена. До этого я вообще не ходил, я сам с игроками там в команде. Ну, Карл Мец ушел, но все-таки у меня было там Алику, с кем я общаюсь много, и на эстонском с ними. Кампс тоже пила у нас, и с ними общались на эстонском всегда. И они тоже помогали, что... А когда у меня был экзамен, то этого я думал, может быть, все-таки поеду на курс. И я взял учительница, где я ходил, там два месяца. Она помогла очень много. И хочу спасибо еще раз Рина и привет. Отлично, придаем привет Рине, которая выучила Закарию эстонскому языку. Можешь что-нибудь по-эстонски сказать? Докажи. Конечно, я могу. Давай скажу. Шоу Балабол лучшее в мире. Шоу Балабол, он парень шоу или Майлман. Супер! А теперь я добью эту тему, а по-грузински? Шоу Балабол, он... Перешел на эстонский выигр, представляете? Потому что у меня эстонский язык всегда. Да. Вы слышали это. Отлично. Ты за какую команду будешь играть? В общем-то, я фан Реал Мадрид уже 20 лет. Да, круто. Но когда я в ФФУ играю, у меня только одна команда. Бавария? Ну давай за Баварию. Я знаешь какую? А я выберу другую команду. Я сейчас выберу, я тебе скажу, почему я это сделал. Если я найду ее. Есть одна команда. Такая. Называется Аякс. Ага. И я понимаю... Ты, наверное, понимаешь, почему я ее выбрал? Да. А, не, пожалуйста. Вот. Вот так вот. Я выбрал эту команду. Потому что ты тоже был в Аяксе какое-то время. Насколько я понимаю, это была Академия Аякса. Да, да. Можешь рассказать, что там, как ты вообще попал туда, что там творилось и все такое? У меня хорошие воспоминания в Аяксе. Я как раз только что ходил посмотреть там, когда я, ну, клуб Финляндии, они купили мне билет. Так получается, что у меня билет был через Амстердам, в Тбилиси Амстердам, потом Амстердам-Херсинг. А у меня в Амстердаме было в свободное время в 18 часов. И я думал, давай, может быть, я хожу в центр в городе, поеду там, посмотрю, где я ходил там 10 лет назад, играл. И я пошел там в базу, Тукумс называется там, Аякс-база. Я ходил, хороший был, приятный вас момент. А тебя там помнят еще? Вообще-то, как там? Нет, они не помнят, но там сейчас закрыто было. Там нельзя, но... Из-за короны, да? Не знаю, может быть, они все-таки там нельзя ходить. Потому что, когда я был, раньше было так, что можно ходить, кто хочет, и посмотреть там. И сейчас там закрыли бы, я сказал, что... Но я играл тут где-то 10 лет назад. Может быть, можно ехать, посмотрю, хочу посмотреть. И они сказали, что да, хорошо. Они спросили кого-то. И потом давали мне, чтобы пойти внутрь и посмотреть. Круто. А как ты вообще, как они на тебя вышли? Ты же был, ну... Не знаю, простым парнем или нет в Грузии. Но как они вообще вышли на тебя? Они нашли 2017 или... Нет. В 2007 году, когда в Грузии У-19 играли отборщий турнир. Ты играл за сборную? Да, да, да. У-19. Это было в Грузии игры. Пожди, но ты, извини, что я тебя перебью, ты же 90-го года. Это получается, тебе было 17 лет, и ты играл за сборную У-19? У-19. У-19, да? Один лет... Ты такой талантливый был? Ну, когда я 17 лет был, я был, ну, один из лучших талантливых футболистов в Грузии. В Грузии, да. Офигеть. И мы играли против Голландии. А-а. Одну в группе. И я играл хорошо там. Давал голевый пас. Все-таки мы проиграли 2-1 против Голландии, но... Ну, это неплохо, потому что молодежная сборная Эстония обычно отлетает всегда от таких команд. И после этого игре там был такой тренер Рихард Вичке в Голландии, второй тренер, который играл вместе с счетом Арвеладзе в Аяксе. И они сначала звонили у Арвеладзе и спросили, что у нас понравился такой игрок, и ты можешь сказать ему, что мы хотим посмотреть его. И потом мне звонили Арвеладзе и сказали, что есть такая возможность, что на две недели на просмотре в Аяксе. Офигеть. Аяксе-то был... Всегда я мечтал, что играть там, в Академию, когда я молодой был. И у меня была такая возможность. То есть ты долго не думал, когда тебя звонили? Не-не-не, когда я сказал, я сказал, конечно, когда я вообще готовил. И как раз первый раз я в марте или мае, я не помню год точно, но я был две недели на просмотр. У меня там прошло хорошо, это две недели, и потом пошел уже надолго. Я был где-то 8-9 месяцев. 8-9 месяцев там играл? А что ты прям с местными ребятами в своем возрасте играл, да, и занимался, и все? Я играл больше у 19 команды там. Потом я играл тоже, ну, в товарищеской игре я играл на второй команде тоже. Аякс-2? Ну, Аякс-2 играет по первой лиге голландцев. Да, они там играют. И очень хорошо, я часто смотрю. Потому что, оп... Вот поэтому я возьму всегда. Из-за Нойера? Да, Нойер и защитник. Они очень сильные. И как тебе понравилось там, я не знаю, то есть... Какие там условия были вообще? Ну, хорошо, все было там. Сколько тренеров там на каждую команду? Например, у нас было три тренера. Один из них был этот... Франк Дебур, второй тренер. Франк Дебур твой тренер был? Да, второй тренер, у 19. И он был всего лишь вторым тренером. Кто основной тренер был? Ну, потом... Основной тренер был Сонни Силой. Тоже футболист? Футболист, бывший. Который тут был в Эстонии тоже. Как-то Нумикалио, я помню. Как-то Нумикалио там вызвали из Аякса тренера. Тут в Эстонию приехали три тренера. Который из них был мой тренер. Один был Сонни Силой, второй... Я не помню имя. Но он такой... Для техни... Техников. Ну, тренер на... Да, да, да. Прикольно. А почему ты там не остался? Что случилось с тебе? Это еще другая история. Там... Ну, я хотел остаться. Я говорил всем, что... Для меня... Я был молодой. Я сказал, что деньги не важны для меня. Самое главное, что я хочу тут... Остаться. Потому что я всегда... Хотел... Моя мечта была, что играть в Аякс. Но все так и не получилось. В самом конце. То есть ты кто-то... Ну, не прошел конкуренцию или что-то? Не-не-не. Там было... Когда с контрактом... Начали говорить. Уже официально. Угу. Тогда было там... Ну... Сейчас уже... Для меня это... Я не хочу говорить об этом. А, окей. Какие-то просто... Недопонимания были. Понятно. И потом ты... Как было потом... После этого возвращаться в Грузию? Как-то уже... Мотивация даже не очень? Ну... Да, да, да. У меня вообще не было мотивации, честно. Я думал, что все. Может быть... Даже... Не... Не... Не играю вовсе. Потому что... У меня такой возможности... И... Там... Маленькие такой... Проблемы. И не получается. Ну, я представляю. После Аякса и в чемпионат Грузии и... Фух. Да. А как на тебя... В итоге же на тебя... Вышла Флора как-то. Как ты попал... К нам в Эстонию? Во Флоре... Мир Абжурдане. Такой... Человек. Хороший человек... Который... Не звонил... И... Сказал, что... Если хочешь... Есть... Такой вариант... В Эстонию. И... Я сказал... Конечно, хочу. Потому что... Я не хотел в Грузии остаться. Ты хотел смены обстановки, да? Да. Я хотел... Попробовать еще. Потому что... Все-таки... После Аякса... В Грузии... И еще... У меня было... Цель, что я должен играть в большем футболе. В большом команде. И... Это цель у меня... До сих пор есть. И... За это я... Буду каждый... День... Работаю. И... Может быть... И... Надеюсь, что... Один день у меня получается... Что я играю... Может быть... В своей Яхте. Или... В такой команде. Ну хорошо. Во Флору... Ты... Когда в Эстонию приехал... Где же вообще... Как бы... Не очень футбольная культура такая. У тебя не было никакого шока культурного? Такого? Ну... Если честно сказать... У меня не было такого. Но просто... Я очень мало знал... Сначала... В Эстонию. Наверное... Про футбол... Немного знал. Я знал, что... В Эстонии... Очень такая страна... Где холодно. Больше чем... Теплее. Не как в Грузии. Ну еще... И я помню... Первый год... Так... Холодно было, что... В феврале было минус... Где-то 25. И я думал... Как так можно? Куда я попал вообще-то? Да... Ну и как ты... Как ты уже привык к холоду, кстати? Да... Уже... Потому что... Ты же в Финляндии, там еще холоднее. Да, но... Привык уже... Каждый год... Если ты так живешь... Ты привык... Все так... Еще мне кажется... Ты не такой... Не очень типичный грузин... Как бы... Грузины они такие... Ну... Эмоциональные... Очень... Как бы... Очень такие... Как тебе сказать... Дружелюбные... Очень... Очень... И... Это было... Тоже, наверное, непривычно? Ну... Сначала, да... Чуть-чуть... Непривычно... Потому что... В Грузии... Как ты сказал... Очень эмоционально... Так и... Все походы... Подходят... Там... Обнимаются... И все уже друзья... Через... Через пять минут... Уже все вино пьются вместе... Да... Есть такое... Большинство в Грузии... Потому что... Они любят... Я как раз читал... В интернете... Вчера... И... Один из туристов... Сказал... Что... Если ты в Грузию улетаешь... Они возьмут тебя... Как... Семьи... И ты чувствуешь... Как дома... С... Первый день... Сразу... Ну да... Тут люди немножко... По-другому относятся... И как бы... Мне кажется, что... Тебе... Тебе вот... Таким эмоциональным людям... Наверное... Вообще... Эмоциональным таким... Национальностям... Очень трудно привыкнуть к этому... Мне так кажется... По крайней мере... Ну у тебя... Я так понимаю... Жена у тебя есть Тонка, да? Нет? Нет... Грузинка... Она грузинка... Да... Она грузинка... А она как по-эстонски говорит? Она по-эстонски не говорит... Но я всегда говорю... Что надо учиться... Но... Ничего... Она говорит... На русском... Но... Надеюсь... Потом... Она тоже научит... На эстонском... Но моя дочка... Анастасия... Она очень хочет... Чтобы... На эстонском... Учится... Она ходила... Тут... В Таллине... На детский сад... Там... Белорусский... Но... Она... Всегда... Попробовала... Тоже... Чуть-чуть... На эстонском... И... Она знает... На эстонском... Чуть-чуть... Пару слов... Отлично... Ну... Вы просто... Эстоно-грузинская семья... Получается... Ну... Да... Потому что... Моя жена... Чистая грузинка... И я... 50 на 50... Ну ты уже... Да... Ну... Если ты можешь сказать... Что шоу Балабол по-эстонски хорошее... То... Все уже... Значит... Можно считать тебя эстонским... Да... Я... Читаю 50 на 50... У меня кровь... Все-таки грузинская... А есть что-то... Что-то у эстонцев... Или в эстонии... Вот... До сих пор не можешь понять... Вот... Просто... Почему вы так делаете... Или почему такая... Обычай... Наверное... Вот... Что я сказал... Если... Ну... Ну... Тебя сразу возьмёт... С первого дня... Как... С семьи... И... Они не понимают... Как так можно... Ну... Это... Сейчас... Я тоже... Ну... Если... Посмотрю... С эстонскими людьми... Тогда я понимаю... Почему они думают... Потому что... Я тоже не видел... В другом стране... Что... С первого дня... Они... Так сделали... Ну... Если я в Грузию поеду... Мне там... Сразу на меня налетят... Я подумаю... Что это что-то странное... Даже... Ну... Даже я... Потому что... Я чуть... Поэмоциональнее... Чем эстонцы... Но всё равно... А... Я... Я... По секрету скажу... Что я даже жил... Ну... Не в Грузии... А... На Кавказе... Да... Так что... Я чуть-чуть... Чуть-чуть... У меня есть что-то такое... Да... Кавказ... Кавказская кровь... Да... Но... Всё равно... Для меня это как бы странно... Я люблю... Немножко такое... Приватное... Общение... И всё такое... Что там такое... Пенальти... Фу... Я уже испугался... Короче... Да... А... Давай быстренько... Поговорим на тему сборной Эстонии... Ты же один раз сыграл... За сборную Грузии... И против сборной Эстонии... Да... Какие вообще ощущения были сыграть... Это... Мне кажется вообще... Наверное... Для моей жизни... Один из... Такой день... Который я не буду... Забивать... Я играл за сборную Грузии... Но я играл... Тома... Я... Я думаю... Аликок... Это мой дом... Потому что я играл там... В Польше 200 игр... И... И... Играл... За сборную Грузию... Первую игру... И... В своем стадионе... Против Эстонии... Это было... Хорошее... А что тебе... Ребята из Грузии говорили? Ну... Это... Как ты вообще попал там... В сборную? То есть... Ну... Они вызвали тебя именно... Чтобы посмотреть? Или это как-то... Как это... Я не просто... Не знаю... После этого даже не играл за сборную? Да... Я не играл после этого... Они... Ну... Довали мне шансы... То есть... Это просто был... Как бы... Тебе дали шанс... И так просто совпало... Что это на матче с Эстонией? Да... Они... Ну... У них... Как я помню... Один... Игрок травмировал... И... Он не приехал... И... Они... Тогда... Извали... А... Нашли такого... Как бы... Грузина в Эстонии... Можно сказать... И вот... Не хочешь... Как бы... Вот где шанс... Слушай... Ну это... Я скажу... Прикольно... Потому что... Действительно... Как ты сказал... На Ликоке... Ты играешь за Флору... В этот момент уже долго... Это уже твой... Как бы... Родной клуб... Да... Ты... Все время играешь за него... И тут такой шанс... Выдает за... Играть за свою национальную сборную... Но... Во втором доме... Это как... Как... Я даже не знаю... Какой пример привести... Вот... Я помню... Долго играл такой... Овен Харагриф... Он сам англичанин... Но очень долго играл за Баварию... Вот ему... Примерно то же самое... Играть... Сыграть против сборной Германии... Было бы на стадионе... Там... В Англии где-нибудь... Или наоборот... В Германии сыграть против Англии... Как-то... Я не знаю... Ну... Пабел тоже 49 номер... Он наверное... Видел... Что я играю в 49 и взял... Так... Ну... Наш матч закончился... Да... Поэтому... Я всегда возьму Баварию... Если... Я не забиваю... Гол... Они за счет так хорошо... Что я не проиграю... Ну... Я думаю... Ничью... Хотя по статистике я был... Вроде лучше... Ну да... Статистика... Ну я... Не очень часто смотрю... Я смотрю... Табло... Счет на Табло... Как говорится... Ну все... Статистика... Другая... Слушай... Ну... Давай поговорим на тему... Твоего перехода... Из Флоры... Потому что ты очень долго играл во Флоре... Забил почти 100 гаов... В Чимати... 100 нет... Довольно хорошее... Хорошее такое достижение... Я тебя всегда ставил в фэнтези... Турнире... Вся в команде... Всегда очень много... Очков переносил... Ты еще пенальти бил... По-моему... В команде... И у вас была связка с Сапинином... Ну просто убойная... Ты давал пас... Или он давал пас... Ну просто разрывали там... Хорошо... Можно сказать... И вот... Ты как бы... Переехал в Венгрию... Что... Что вообще случилось? Ты сам хотел переехать? Или... Тебя нашли? Или как это вообще произошло? У меня... Так было... Что... Последние... Три года... Ну... До 2018 года... Я... Себе... Сказал... Что бы... Я должен играть... Каждый год лучше... Чтобы... Попасть... По лучшему чемпионату... Лучшей команде... И... Спасибо... Мою команду... Флора... Чтобы они... Все это... Поняли... Они мне сказали... Да... Ты играешь лучше лучше... И мы тебе помогаем... И... Надеюсь... Что... Ты будешь играть... Еще лучше уровень... Ну... Последний год у меня... Да... Хороший результативный для меня... Но я всегда говорю... Что я игрок... Ну... Не... Я не люблю... Там... Что я... В игры... Например... Какие-то... Призы... Лучше... Чтобы в команде... Выиграл чемпионат... Командный игрок... Командный игрок... Да... Хорошие игроки впереди... Которые... Давали мне пас... Сзади... Которые мне тоже давали пас... И... Я сам забил... Пеналты тоже забил... Десять пеналт забил... Последний год... И... У меня была хорошая... Статистика... Последний год... И... У меня... Были варианты... В Голландию... Первую лигу... Где я хотел... Честно... Я хотел туда... Ну... А что за клуб... Если не секрет... Ну... Сейчас уже... Все таки... Не получилось... Не получилось... Ладно... Хорошо... Оставим... Это история... Это история... История... И... Короче... Я ждал... Паспорт... Потому что там... Такие правила... С грузинским паспортом... Тяжело... Тоже... Правила для легионеров есть... Да... Но... И они должны... Там... Так... Спасшие деньги... Должны заплатить... И... Я ждал... Эстонский паспорт... И... К сожалению... Не успел... Получить это... В январе... До конца января... Ну... Во время... Трансферного акта... Да... Да... Мне сказали... Что если я получаю... До конца января... Тогда я... Туда... В команду... Ну... В команду... Ну... Играл... В Ajax... Я... Попробую... Это... Что я играю там... Но... У меня... Не получился паспорт... До конца января... И потом... Флора предлагала мне... Такой вариант... Чтобы... Есть... Такой... Возможность... В Венгрию... В Хонниот... Такая хорошая команда... Сын... Такой... Историческая команда... В Венгрию... Там называется... Френс Пушкаша... В команде... Потому что... Он играл там... Очень долго... И... Он... После Хонниот... Перешел в Реал Мадрид... И... Ну... Там... Это... Такая историческая ситуация... Потому что он... Как бы... Сбежал там... Это была... Это... Коммунистическая страна... Да... Ну... Все таки... Там... В истории... Пушкаша... Легенда... Он... После Хонниот... Перешел в Реал Мадрид... А там... Все знают... А Реал Мадрид... Твой любимый клуб... И... И... Флора мне предлагал... Такой... Вариант... Что есть... Полгода... В аренду... И... Потом посмотрим... Может быть... Они... Выкупают тебя... И ты будешь там остаться... Может быть... Лучший вариант будет... Все... И... Если я... Я должен там играть хорошо... И... Я сказал... Да... Хочу конечно... Почему нет... Чемпионат в Венгрии... Очень хороший чемпионат... Я думаю... Что... Ну... Например... Ферен Соруш... Который чемпион стал... Они играли... Последние... Два-три года... В Лиге Европы... В группе... Часто они играют... Да... И Хонниот... Хорошая команда... И... Я сказал... Что я хочу... И... Я перешел... Оттуда... На полгода... В аренду... А что там случилось... По-моему... Ты даже не сыграл ни одного матча... Да... Я не играл... Потому что... Сначала мы были... В Турцию... Сразу... После... Когда я подписал контракт... Мы... В Турции... В лагере... Я играл... Там... Четыре игры... Все в основе... Они уже... Думали... То... В паузу... Первая игра... Большая игра... В следующий день... Я даже... Я помню... Там... Врач сказал... Спортным директором... Что... Зака... Не может играть... До конца сезона... Три-четыре месяца... Надо... Чтобы... А ты был там... На полгода... В аренде... Все-таки... Когда я это слышал... Я все-таки... Думал... Что... Может быть... Я смогу... Чуть-чуть побыстрее... Восстановить... И... Я попробовал... Что... Сделал... И... Через два месяца... Я уже начал... С командой играть... И... Просто... Там... Тренер не давал... Ни одного шанса... А я... Уже готов... Потому что... Когда я... Вернулся... Мы играли... Товарищеские игры... И... И... Четыре-четыре... Играли... Я дал три... Галевые пасы... После травы... Но... Тренер сказал... Ну... Хорошо... Сейчас я уезжу... Ты готов... Давай... Я тебя возьму на игру... Он сделал мне... Три игры... Я сидел в запасе... Но... Ни одного раза... Не дал мне шанса... Чтобы играть... Понятно... И... Вот так вот... Не сложилось... Скажем так... В Венкви... Да... Не получилось... Жизнь... Жизнь... Она такая штука... Ну ладно... Давай... Поговорим немного... Может быть... О более веселых вещах... Мне всегда интересно было... С кем-то из Грузии... Поговорить о грузинских легендах... Вот... Уже назвал... Шоту... Шоту Арвеладзе... Да-да-да... А есть еще... Каха Каладзе... Есть... Яшвили... По-моему... Есть такой... Футболист... И... Если вы посмотрите... Потом... Может быть... Вы уже смотрели... В интервью Гвардиола... Он сказал... Что... Когда Гвардиола играл... Сам... Он сказал... Что... Ему... Идеал был... Кинг Лази... В Манчестер Сити... Он был... Он сказал... Что он похоже... Как Месси играет сейчас... Он играл так... Он реально был легендой... И... До сих пор есть там... Круто... А кого вообще в Грузии считают... Такими самыми... Я... На Украине точно... Это Андрей Шевченко... Это понятно... Да... А... Кто в Грузии такой... Такой главный... Как это Каха Каладзе? Каха Каладзе... Потому что он выиграл... Два раза Лиги чемпионов... Он выиграл... Очень много... В Италии... С Миланом... Вместе... Но... Все говорят... Что... Такой... Талантливый игрок... Как Кинг Лази был... Он должен играть... Больше... Чем... Он играл... Для меня тоже... Когда я молодой был... У меня было... Слишком много... В Сити... Ксения... Я смотрел... Дома... В... Ему видео... Как он играл... В Манчестер Сити... Тирпи Каунт... И... Я... Тирпи Каладзе... Тирпи Каладзе... Тирпи Каладзе... Такой грузин... Который не раскрылся... Полностью... Наверное... Да... У Вас всегда такие... У Вас всегда... Много талантов... Кто сейчас... У сборной Грузии... На кого обратить внимание... Ну... Сейчас... Например... В Бельгии... Играет... Чак Куэтадзе... Хороший игрок... Молодой... Талантливый... Это нападающий или на какой позиции? Нападающий, нападающий, атакующий футболист, очень хороший, молодой. Как всегда, в Грузии есть много. Там Россия играет, вчера смотрел тоже в Рубин, Кварацхейда забил, такой красивый гол. Но они должны раскрываться побольше, лучшим уровнем должен играть. Есть очень много, если честно. Потому что Грузия всегда била и будет, я так думаю, молодые хорошие игроки в талант. Слушай, а раньше у вас, у меня такой вопрос личного характера, за локомотив никогда в Грузии не болит? Там были вылежды Зазаджа Наша, сейчас Квирквелли играет, еще Асатиани был раньше. Никогда не болит за локомотив в Грузии? Ну, я, если честно скажу, чемпионат России раньше не смотрел. Сейчас иногда смотрю. Но я больше, как я сказал, фан Реал Мадрид, я смотрю часто в Реал Мадрид игры. Я люблю Премьер Лигу посмотреть, потому что там каждая игра такая хорошая. Я смотрю Премьер Лигу, Лиги чемпионов такие. Чемпионат России, смотрю, если там грузин играет или такой знакомый, который я знаю. Вспомним твою игру о Флоре. С кем ты вообще больше всех общался? С кем еще поддерживаешь отношения? Может быть сейчас списываешься, созваниваешься? Ты назвал ровно Алику, у тебя были хорошие отношения. Да, да. С кем еще с той командой ты общаешься? Очень много есть такой Алику, Камс. Камс уже даже завершил карьеру, все равно переписывается. Он все-таки был наш капитан команды. Я очень много играл вместе с ним, как с Раун Алику. И с Камсом я играл. А в той Флоре именно Камс был лидером раздевалки? Он как бы заводил молодых ребят или как? Лидером... Наверное, много было такое. Не только он. Потому что... Да, у нас было много молодых, чем старших. Я помню последний год, когда Камс тоже был. В Алику, в Алику тоже был. Я был. Мы были самые старшие. Потому что много молодых было в команде. Я общаюсь до сих пор с Гусевым, Максимом Гусевым, Герман Шлейн, Альберт Проза. Я с ним тоже много играл во Флоре. Очень много есть таких людей, с которыми я общаюсь. У вас получается дружный коллектив, если вы так общаетесь. Да, да. Был дружный коллектив. Как в Флоре есть всегда X-клубы X-пери. Так есть. Я до сих пор уже с игроками. Не только с игроками, с тренером тоже. Напоследок, я всегда у всех спрашиваю один вопрос здесь в подкасте. Кем ты себя видишь через пять лет? Где себя видишь? Чем будешь заниматься? Я себя вижу только в футболе. Честно. Я жил уже сколько лет в футболе. Я постараюсь, чтобы когда я заканчиваю футбол, сейчас есть такой план, но пока еще рано поговорить. Но хочу стать тренером. Я попробую. Передумаю. Может быть потом с менеджером или директором в команде. Но ты хочешь быть в футболе? Да, конечно. Потому что я не смогу жить без футбола. Но пока я только думаю, что играть еще сколько лет, чем мои ноги. Пока здоровье дает. Здоровье дает. Зака будет играть. А в какой футбол будет играть команда Заки? Чисто в атакующей или как? Нет, не чисто в атакующей. Я атакующий футбол, но я не думаю, что надо только атаковаться. Надо балансировать. Как в Флоро всегда был такой. Мы играли всегда балансированный футбол. Не только атаковать, не только за счет. Обе. Надо чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед. Как игра дает. Понятно. На контратаках будете ловить соперников короче. Не только контратака. Ладно. Есть у тебя напоследок что-то нашим зрителям сказать в камеру? Это самый лучший вариант. Самое главное в жизни есть второе. Я желаю всех здоровья. Смотрите на это шоу. Хорошее шоу. Надеюсь, что у нас тоже получается хорошее шоу. Отличное шоу получится. Да. Я тоже так думаю. И будьте здоровы. Самое главное. Счастливы. Отличные слова. Кстати, какой твой самый любимый выпуск из «Балабола», «Балабола» подкаста? Может быть, из каких ты смотрел? Ну, я смотрел пару выпусков. Самый такой был, наверное, когда «Керман Шлейм» был. Когда вы играли с ней. С «Берман Шлеймом» получилось отлично. Да. Согласен. Очень хороший выпуск был. Я скажу напоследок огромное спасибо Закарии, что он согласился с нами побеседовать. Всего хорошего. Удачи. Главное здоровья. Чтобы не было травм. Это самое главное. Я думаю, если будет здоровье, будут и успехи в карьере. Так и есть. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Правильно? BetSafe Прибалтика, а также BetSafe Прибалтика есть и в Фейсбуке, чтобы вообще не пропускать ничего. От себя желаю всем здоровья, удачи и успехов в жизни. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.